Просто у меня никогда такого не было! Эти странные новые чувства! И я не знаю, что нужно говорить в таких случаях! Может быть, я люблю тебя? Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить... Мэта-главная концовка, мэта-главная! Не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий... Ну и погнали! Что-то там успела в своей светлой голове нафантазировать! Ничего я не фантазировала! Я помню, как Лена говорила вчера про... Она усердно старалась упрятать свой взгляд от моего... На что я лишь тепло улыбнулся... Про то, что призналась мне в любви... Да брось! Она сама не знает, что ей нужно от окружающих, вот и пробует на себе разные модели поведения... Какие модели? Не важно! Суть в том, что ни у меня к ней, ни у неё ко мне никаких чувств нет! Теперь уже наоборот, Ульяна испытывающая смотрела на меня, что вызвало некую заменку в разговоре... Я так не могу! В своё время мне уже хватило всех этих выяснений... Которые приводили ни к чему иному, как к бесконечным ссорам и скандалам... Не будь я дурак... Не будь дураком, Семён! Пора тебе брать инициативу в свои руки! Эта девочка прошла бок о бок с тобой все дни твоего пребывания в лагере! Даже сейчас она сидит рядом по твоей просьбе и ждёт, когда ты уже наконец сообразишь, что к чему! Она ждёт твоих действий! Я собрался с духом и нарушил молчание! Только подкрадывается один вопрос... К... какой? Почему тебя так заботят мои чувства к Лене? Я, понятное дело, всё и так знаю, но мне очень хочется послушать, что на это скажет Ульяна... Из чего ты взял, что меня это заботит? Этим вопросом я окончательно вогнал девочку в конфуз... Похоже, ты решила сыграть в мою игру... Тогда зачем ты спрашивала про Лену? Я... Она буквально прожигала взглядом свои коленки, боясь поднять глаза хотя бы на миллиметр... Просто так! Просто так, значит... Ясно? Я отпустил её руку и хотел было снова лениво разолечься на кровати... Придав своё бран... Бранное... Придав своё брянное тело... Всепоглощающему равнодушию... Но в этот раз её рука молниеносно схватила мою, вернув меня в прежнее положение... Извини, я... Было видно, что каждое слово давалось Ульяне с особым трудом... Просто у меня никогда такого не было... Эти странные... Эти странные новые чувства... И я не знаю, что нужно говорить в таких... Случаях... Может быть... Может быть... Я люблю тебя? Я успел вставить в разговор свои пять копеек... Ульяна была зациклена на своих переживаниях и даже не заметила моей реплики... Она машинально начала её повторять... Я тебя люб... Что?! Опомнилась девочка слишком поздно, поскольку мои губы уже успели встретиться с её румяной и нежной щекой... Находясь почти вплотную к Ульяне, я отчётливо почувствовал... Как всё её тело было напряжено и буквально вибрировало от волнения... Люблю... Почти безмолвно прошептала она мне на ухо... Я тоже... Более уверенно прошептал я в ответ... Она наконец-то осмелилась посмотреть мне в глаза... А я начинал медленно тонуть в этом бездонном голубом океане, который освещало яркое пламенное солнце... Несмотря на то, что солнце это пылало красным огнём... Оно ни капельки не обжигало... А наоборот, согревало щедро, одаривая меня своим теплом... И что нам теперь всегда надо... Ходить, держась за руки... Эм... Недоумённо произнёс я... Эх, глупенькая девочка... Этот вопрос вызывал во мне недюжинное умиление... Которое заставило меня залиться громким смехом. מת devices Я схватился руками Зобока, его весь голос заорал... Не знаю из-за чего больше смеялся, из-за неловкой фразы Ульяна... Или из-за того, что почувствовал счастье... Которое сидело на расстоянии вытянутой руки... В большем недоумении была только Ульянка. Ты чего? Смех пробел меня настолько сильно, что я даже не мог ничего сказать. Ну что? Протянула она, смущенно улыбаясь и наблюдая, как я катаюсь по кровати. Держась руками за живот и трясусь от смеха. Извини, просто твой вопрос. Я продолжал смеяться. За растерянностью пришла и ярость. Дай я тебя сейчас! Девочка набросилась на меня с кулаками. Картина, царящая в домике, была по-настоящему интересная. Я лежу на кровати, буквально помираю со смехом и обнимаю Ульяну, лежащую на мне. И пытающуюся колотить меня одновременно и руками, и ногами. Ульян, ну хватит! Но девочка меня попросту не слушала. Ой, удар ниже пояса! Я так не играю, позовите судью! Она продолжала меня бить. Но я продолжал угорать. Да что я такого сделал-то? Хватит надо мной смеяться! Ладно, ладно. Прости. И нет, нам не обязательно всё время ходить держась за руки. Особенно если учесть местные строгие моральные нормы, мол, пионер, пионеру, друг и так далее. Застеснялся, что ли? Ульяна попыталась передать голосу лёгкий оттенок кокетства. Но даже он не смог заглушить недюжинное волнение девочки. Я-то? Скорее волнуюсь, что нас могут не так понять. Ну, самопонимаешь. Немного подумав, Ульяна согласно покивала головой. Да, ты прав. Тем временем наш зрительный контакт был снова восстановлен. Её лицо находилось почти вплотную к моему. Настолько близко, что на каждом выдохе наши носы соприкасались. Она замерла, продолжая изучать мой взгляд. Будто я был каким-то музейным экспонатом. А я всё так же удерживал Ульянку в объятиях, Словно боясь расцепить руки и потерять её. Её ладони находились у меня под головой. А дрожащие пальцы изучающе перебирали мои волосы. Ко мне постепенно приходило осознание того, Что на данный момент Ульяна была для меня самым родным человеком. Ну что же ты делаешь со мной? Неужели это всё происходит на самом деле? Неужели я не сплю? Блядь, я пропустил! Её губы были всего в сантиметре от моих. Стоит только дотянуться. Это только Дмитриевна. Наша романтика была грубо прервана звуком поворота ключа в дверном замке. Опять заклинило? Дверь я не запирал, но этого Ольга Дмитриевна знать не могла. Видимо, открывала ключом в силу привычки. Пока вожатая крутила ключ туда-сюда, мы с Ульяной пересели на край кровати. И восстановили пионерское расстояние между нами. Семён, ты уже здесь? Вожатая перевела взгляд на мою соседку по кровати. Ульяна, ты почему вчера сбежала? Как я понимаю, история с памятником снова даёт о себе знать. У меня... У меня живот заболел! Вот и ушла! Живот, значит? Тогда почему не предупредила меня и не пошла в медпункт? Я... Значит так! Сегодня весь день будешь дежурить по лагерю, ясно тебе? По лицу Ульяна было отлично видно, что ей всё ясно. Но энтузиазма девочке это никоим образом не добавляло. Ну, Ольга Дмитриевна, у меня честно! Никаких но! Вожатая перевела взгляд на меня. А ты, Семён, ей поможешь, а заодно и проконтролируешь. Ээээ... Еле ж тяжело вздохнул. Считай это первым заданием для кандидата на роль будущего вожатого. Можно подумать, у меня вообще есть дело до этой должности. А вот помочь Ульяне совсем другой разговор. Да и, судя по тону вожатой, сейчас ей лучше не перечить. Я как раз и размышляла, кому это поручить. Итак, первым делом вам нужно подмести здание администрации. Сегодня у руководства собрание в райцентре, поэтому здание пустует и вы никому не помешаете. Всё необходимое возьмёте на складе. Вопросы есть? Да, Ольга Дми... Я громко перебил Ульяну, пока она не успела усугубить наше положение. Нет, нам всё ясно. Можем приступать? Можете. Я взял Ульяну за руку, которая смотрела на меня с крайним недовольством. И вывел её из домика за собой. И с какого перепуга мы должны браться за эту работу? С такого, что не надо было вчера сбегать с площади. А когда бы мне ещё предоставилась возможность побывать в старом лагере? И вообще, почему ты не дал мне ничего ей сказать? Потому что сейчас далеко не самый лучший момент, чтобы вступать в споры с вожатой. Если бы ты начала спорить, то нам бы пришлось подметать весь лагерь. А так, считай, легко отделались. Ну вот, снова работать! Опять работа! Устало протянула Ульяна. Знала бы она, что я этого хочу не больше неё. Но не понижать же настрой в наших боевых рядах. Чем раньше начнём, тем раньше закончим. А я начинать не хочу? Я тоже, но нас с тобой никто не спрашивает. Пойдём уже. На склад даже не пришлось заходить. Все необходимые инструменты, а точнее две метлы и совок, лежали прямо на входе и, казалось, дожидались нас. Я взял ту метлу, которая была поменьше, и протянул Ульяне. Проигнорировав мой жест, она взяла большую метлу, к которой намеревался работать я. А то оставь себя, а то перетрудишься! Она весело захихикала. Мда, я испытываю к этой девочке самые тёплые чувства, какие только могу испытывать. Но бывают моменты, когда я просто хочу придушить эту мелкую жопу. Всё-таки смущенная и неуверенная, она мне нравилась больше. Но, по всей видимости, сейчас ей проще вести себя именно так. Похоже, уборка будет долгой. В ответ я лишь спокойно вздохнул. Мне же будет проще. Корпус администрации находился под боком у главной площади. Поэтому дойти до него было минутным делом. Он представлял из себя свежевыкрашенное двухэтажное здание с большим крыльцом и не менее массивной дверью. И чем-то отдалённо эта постройка напоминала мне здание старого лагеря. Я никогда раньше не бывала внутри этого корпуса. Однажды ночью мы с Алисой пытались пробраться туда. И почему я не удивлён? Только у нас ничего не получилось. Потому что на окнах решётки. Нет там решёток. А дверь с двумя замками. А мне казалось, что для вас закрытых дверей не существует. Так и есть. Изначально мы бомбу делали для того, чтобы взорвать эту дверь. А потом Алисе чем-то не угодил товарищ Генда. Примерно так. До сих пор не могу понять, чем же он ей помешал. Я тоже. Но было весело посмотреть на взрыв. Только теперь нечем взорвать дверь. Ничего. Тебе сейчас предоставится отличная возможность досконально изучить каждый сантиметр здания. Буквально. Пока будешь подметать там пол. Не напоминай. Изнутри здания оказалось ещё больше и просторнее, чем выглядело снаружи. Сразу после входа нас встретил холл, по бокам которого были длинные коридоры. А на стенах повсюду красовались советские плакаты. А нет, тут ничего такого даже и близкое нет. Тут в принципе и доска больше похожа на... Блин, я не знаю, как называются эти доски, по которым маркерами пишут. Короче, вы поняли. Кроме нас вокруг не было ни души. Ладно, ты берёшь на себе первый этаж, а я второй. Так быстрее управимся. Объяснил я. Есть, гражданин начальник! Ульяна весело зашагала по коридору, со всей силы размахивая метлой в разные стороны. Похоже, она окончательно решила превратить наказание в весёлую игру. И кого я обманываю? Быстро управимся! Конечно! Только не сломай там ничего! Крикнул я вслед ульяне, но она уже успела скрыться в одном из коридоров. Медленно, но верно, я подметал второй этаж, а если быть точнее, кабинет начальника лагеря, когда мой взгляд случайно зацепился за... картотичный шкаф. Так-с, чё тут у нас? Бормочая себе под нос, я подошёл к шкафу и приоткрыл его. Вот это удача! Личные дела пионеров. Я отбросил в сторону метлу и принялся беспромедлительно искать одну, крайне интересную мне папку. Мой поиск быстро увенчался успехом. Я извлёк тонкую бумажную папку и скипы других аналогичных папок. Персонов Семён, первый отряд. То, что нужно! Из всей пущей текста, включая группу крови и копию школьного аттестата, я стал выискивать самую важную для меня информацию. Год рождения. 1971-й! Город проживания. Москва. Про братьев или сестёр здесь ни слова. Все остальные имена совпадают. Также подтвердился факт о высокопоставленности родителей. Какие-то партийные шишки катаются по командировкам за океан. Особенно учитывая безвыездность граждан Союза. Только так называемые хозяева жизни могли так просто покидать страну. А ещё во вчерашнем письме что-то говорилось о личном водителе и консьержке в доме. По всей видимости, люди мы не бедные. Хотя меня никогда особо не заботили ни положение в обществе, ни деньги. Ни что-либо иное с ними связанное. А вот адрес проживания совершенно другой. Это вполне логично, ведь мой прежний дом ещё даже не построили. Ха! Да я и сам ещё даже не родился! Означает ли это, что я... Это вовсе не тот я, каким я себя помню. Неужто я теперь зазнавшийся сынок из сверхобеспеченной семьи, которой от нечего делать заявился в пионерлагерь посреди смены? И как мне вести себя в таком случае? Поставить всех по струнке и заставить поклоняться мне великому? Но я так не могу. Не хочу этого делать. Не хочу быть таким. Не хочу ставить себя выше других людей. Я чувствую, что все самые важные черты характера, воспитание и мировоззрение остались во мне прежними, претерпев минимум изменений. Я продолжал читать личное дело, словно биографию совершенно чужого мне человека. Кто же ты такой, чёрт возьми? Больше не взял их читать это и дальше я подбросил папку вверх, наблюдая на разлетающиеся в разные стороны страницы. Кабинет зашла ульяна и с крайним удивлением посмотрела на происходящее. Ты чего делаешь? Действительно. Что я делаю? Ах да, я не настроен. Я не очень настроен на принятие новой жизни. И что я должен сказать ульяне? Я слишком долго держал эту тайну в себе, боясь быть непонятым окружающими. Только с ульяной мы далеко не чужие люди. Но поймёт ли она меня правильно? Даже мне не ясен этот бред с пространственно-временным перемещением. Однако время показало, что ей можно доверять, даже несмотря на её иногда озорной характер. Плюс ко всему, я хочу, чтобы она знала правду о человеке, которому неравнодушно. Я вдохнул побольше воздуха в лёгкие и медленно выдохнул, собираясь духом. Помнишь, в домике? Я немного замялся, но всё же смог набраться решимости и продолжил. Ты спрашивала, что со мной не так? Да, но... Со мной всё не так. Меня вообще здесь быть не должно. О чём ты говоришь? Это покажется тебе глупой шуткой, но я не отсюда. В каком смысле не отсюда? Ты из другой страны? Да нет же! И правда, ты же говорил, что ты из Москвы? Хе-хе-хе-хе. В Амкаде я живёт. Топ-мкад, ну да, московская кольцевая окружная дорога, точно так. В кругу МКАДа. Дальше Туман Войны. Я как бы это сказать. Постоянно переезжаешь? Или ты про лагерь? Так мы все не отсюда, просто на лето приехали. Я тут на серьёзные темы пытаюсь, а она решила поиздеваться. Ульяна, хватит играть в Угодайку. Или ты наврал насчёт Москвы? Я из другой эпохи! Громко перебил я. Из другой... чего? Как это вообще? А вот как он ей это объяснит, мы узнаем уже в следующий раз. На этом сегодня всё, так что всем спасибо за просмотр, и всем пока! Вернись ко мне, моя мечта, из уголков пустой вселенной. Верни мне жизнь и согревай, освободи меня из плена. Может, они пошёл? Кто? Кто? Нав幹嘛 rails? Хейтер. Ягиневшxe. 님! Что? Вернись ко мне. Г vídeo. Вернись ко мне. Почему? Кто? Влад Михайが. Кто? 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 كر? Кто? Вернись ко мне. Кто? 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 Кто?